Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы начинаем с вами исследование послания апостола Павла к Ефесиным на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим первую главу. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так, как Он избрал нас в Нем прежде создание мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Такими словами и таким обращением начинает апостол Павел свою речь к ефесским христианам. Прежде чем говорить и рассмотреть эти слова, нужно, наверное, несколько слов сказать о том, что собой представлял город Ефес. Город Ефес находился в Малой Асии. Этот город был языческим, туда было привнесено множество еленских суеверий. Также стороной этот город не обошли и состязания, игрищи. Они были и беговые ресталища, о которых пишет и свидетель Анзлатоуст в свое время. Все это было. Также город Ефес известен и из исторических документов, и из священного писания, которое, кроме того, что является Словом Божьим, благословенным, также является историческим документом. Известно из книг Деяний апостолов, что там люди особо почитали богиню Артемиду Ефесскую. Это была огромная статуя, в которой впоследствии был возведен и мраморный храм. Огромная статуя с венком на голове, простирающая руки к людям, одетая в огромный балахон. И множество сосцов были на ее груди. Был такой символ, что это языческая богиня, готова напитать всех и вся. Поклонения, как свидетельствует история, не сопровождались особыми человеческими жертвоприношениями, но тем не менее, как я уже и сказал, что все праздники поклонения часто сопровождались именно спортивными и другими состязаниями. Дух соперничества, дух состязания, он вообще присущ языческому сознанию и мировоззрению. Храм Артемида Ефесской сгорел, где-то примерно 500 лет до Рождества Христова, и был сильный пожар. И потом была эта статуя восстановлена, она была сделана из дерева. Как говорят историки, обвешана золотыми различными слитками, украшениями, но впоследствии была сделана ее копия, и культ поклонения этому языческому идолу продолжался. И, зная это все, апостол Павел пишет Ефесской церкви, не только зная о ней понаслышке, но и быв в ней, и, в общем-то, назидал эту общину, и оставил после себя своего ученика, там, епископом Тимофея, в третьем своем миссионерском путешествии. И, зная все эти особенности жителей этого города, мы и увидим из этого послания к Ефесинам, что апостол Павел будет обращать главное внимание язычников, жителей этого города, которые стали христианами, но еще покаявшись, еще пока на них есть это влияние языческого мировоззрения, и они, как писал древний пророк, хромали на оба колена, то туда, то сюда, как писали об Израиле. Но в этой общине были также не только язычники, но были и иудеи, которые проживали там отдельным таким кварталом, как вы сказали сегодня, да, не сообщаясь, дабы не оскверниться от язычников, поэтому жили отдельным кварталом. Также они становились христианами, примыкали к общине, и в этом смысле мы увидим весь тон этого послания. Он обращен к двум народам, языческим и иудейским, которые составляли Ефесскую общину. Если вкратце сказать о главной идее послания апостола Павла к Ефесинам, то здесь можно выделить несколько. Например, главная идея этого послания «Церковь как тело Христа». Об этом апостол Павел уже скажет в этой же первой главе, в предпоследнем стихе, 22-м, что церковь и все покорил под ноги его и поставил выше всего главою церкви, которая чистая и непорочна. И отдельными темами в послании звучит тема преображения из ветхого человека в нового человека. Это мы с вами увидим в четвертой главе. А также демонология мироправителей и духа в злоу поднебесных. О чем апостол Павел скажет в шестой главе, что наша броня не против властей, не против мироправителей и века сего, но против духа в злоу поднебесной. Автор призывает в своем послании говорить христиан правду, трудиться, не сквернословить. Этому тоже уделяется внимание, наверное, как в всякой языческой среде, не только в русской, но и в той языческой, греческой. Сквернословие было пороком, когда, как у нас сегодня говорят, если человек сквернословит, ему говорят, ну вы хоть не ругались, он говорит, а я не ругаюсь, я так разговариваю. То есть действительно, люди настолько срослись они с этим сквернословием, что уже и не замечают, как эти слова, они изрыгают, вылетают они из их уст. Ну так, если два слова лишь сказать, коль мы коснулись этого термина, сквернословие, то есть предание церковное, я не помню сейчас точно, но точно читал об этом, где сказано о том, те, кто сквернословит, за них перестает молиться Пресвятая Богородица. Потому что сквернословие — это искажение Слова Божия, Христос есть Логос, это как бы хула и на Сына Божия, и мы знаем, что в сквернословии часто порочится и в неприглядном виде, и в таком приближительном выставляются и детородные члены, и все этим ругань идет, поэтому все это очень опасно, нужно следить за своим языком, ну и за свои мысли, чтобы и там подобных вещей не проскальзывало. Итак, автор призывает христиан говорить правду, трудиться, не сквернословить, быть благодарными за все, жен он призывает повиноваться мужем в 5 главе 22 стихе, детей родителям, а рабов господам, вот считаю, и 5 глава. Итак, те стихи, которые мы с вами прочитали, это приветствие апостола Павла. Заметим, что здесь апостол Павел говорит, что Бог избрал нас прежде еще сотворения мира. Что это значит? И эта тема здесь предопределил, она звучит, что Бог предопределяет одних к спасению, других к погибели. Конечно, нет. Предопределил это слово, можно, как пишет об этом и вот свидетель Леонид Златоуст, это слово переводится как предузнал, то есть Бог знал, потому что Он всезнающий, вездесущий, всеведущий и всемогущий. Бог знает все. Знал ли Бог о том, что будет грехопадение? Да. Знал ли Бог о том, что смерть войдет? Да. О том, что придет Христос, и род человеческий будет искуплен, прежде чем произошли эти события? Конечно, знал. Но не определял и не предопределял. Мы, как люди, этого понять не всегда можем. Ну и слава Богу. Потому что сказано, что мои мысли, у пророка Михея, по-моему, сказано, что мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Если бы наши мысли были такие, как мысли Бога, у Бога были бы наши мысли, то не дай Бог верить в такого Бога. Да, сегодня так, а завтра по-другому. А третий раз я передумал. Поэтому, ибо я Господь, как сказано, и я не изменяюсь. И эти слова говорят о том, что Бог знал о нас, и все Он знал. Это великая премудрость Божия, которая непостижима никогда для нас. Как это так? И знал, и не предопределял, и не нарушал наши свободы. Но это так. Поэтому называемся людьми не только всезнающими, но и верующими, и принимающими то, что нам дано. Сказано, открытое принадлежит нам и сынам нашим до веков, а сокрытое Господу Богу нашему. Это, проверьте, второзаконие 29.29. Сокрытое принадлежит Господу Богу, а открытое нам и сынам нашим, чтобы мы исполняли все слова закона всего. Итак, предопределив усыновить нас себе, вот зачем он нас предузнал. Смотрите, очень важный пятый стих. Усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. То есть, что такое усыновление? Усыновить можно кого? Усыновить можно того, кто остался сиротой. Или без родителей, или там было лишение прав родителей. То есть, усыновить человека, от которого родители не отказались, невозможно. То есть, это говорит о том, что мы, отпавшие от Бога, стали сиротами. Или, как знаете, подкидышами. Когда родители отказываются от своих детей, они их подкидывают куда-то. А Бог нас нашел и усыновил себе. Смотрите, какое не сказано просто учредил или принял. А апостол Павел подбирает именно это слово, которое говорит о такой семейственности человека и Бога, что Бог усыновил нас себе. То есть, мы теперь сыны и дочери по благодати. Блаженный Ироним Стридонский пишет об этом по этому поводу следующее. «О сыне Божьем, то есть о Господе нашем Иисусе Христе, не говорится преднаречен, предопределен, потому что он всегда со отцом есть. И воля отчая немало не предшествует его бытию. Всегда есть отец, всегда есть сын. Ибо, имея одно естество, они совечны». И это действительно так. Конец цитаты. И блаженный Ироним Стридонский здесь хочет утвердить главную мысль. То, что мы сыны и дочери по благодати, а Господь Иисус Христос, Богу, Отцу, Сын по существу. Он, как мы поем и исповедуем в Никео-Цельградском силам веры, единосущен Отцу, им же вся выше. Поэтому в Священном Писании, когда некоторых людей, наших православных, братьев и сестер, сектанты, там свидетели Львова или еще какие-то последователи, Ариан смущают и говорят, что вот там и в Исходе действительно сказано о Моисее, что он был Богом для Арона. И есть еще, так же сказано, вы Боги и сыны Божии. И они говорят, вот и Христос сын Божий, мы сыны Божии. Но они не различают очень важного понимания этого вопроса. А блаженный Ироним Стридонский и другие отцы указывают нам, что есть сыновство. По сущности, а есть сыновство по благодати. Что это значит? И вот в этом слове усыновление это очень ярко выражено. Еще раз. Есть родители, которые родили своих детей, они будут по плоти их. А есть те, которые усыновлены. Это разные вещи? Разные. Поэтому отец и сын, они единосущны по божеству. А мы с вами, можно сказать, ну, если хотите так, в кавычках, единосущны по благодати. То есть мы приняты, но не рождены от Бога Отца по сущности. А Бог Сын рожден от Отца по сущности. Это очень важные догматические моменты. И я призываю нас с вами вникать в догматические вопросы, потому что сегодня наш мир, он пропитан духом оккультизма. Дух оккультизма, если вы посмотрите там, я по своей профессии, так как преподаватель сектоведения и миссиологии, и в Средневской академии, в Пиренской духовном семинарии в городе Москве, то изучая их мировоззрение, очевидно, что и Блаватская она так и пишет, все эти догматические иерархические устои, они устарели, их нужно отменить. И вот когда вы услышите нечто подобное, можете понять, откуда дует ветер. То есть это такое оккультное мышление и мировоззрение. Поэтому для нас эти вопросы догматические очень важны. И мы видим, что они достаточно четко выражены апостолом Павлом, в кратко, в нескольких словах, которые, конечно, нуждаются в столковании, поэтому мы с вами прибегаем к отцам и учителям церкви. Здесь всегда помнят 19 правила Трульского собора, Пятого-Жестого собора, что оно звучит так, невозможно истолковывать, недопустимо, вернее, так бы и правильно, недопустимо истолковывать Священного Писания, кроме того, как его истолковывали отцы и учителя церкви. Если кто-то хочет толковать Священное Писание с точки зрения духа века сего, под хихи-ха-ха, под два прихлопа-три притопа, бегите оттуда из этих сообществ. Знаете, что люди, как говорит апостол Павел, развращенные умом, они не понимают ни Духа Божия, ни того, что в нем содержится. Итак, далее апостол Павел пишет в 6 стихе, «И похвалу славу благодати своей, которую он облагодатствовал нас в возлюбленном». Видите, похвала славы, то есть Бог нам подарил все, всю благодать, то есть все богатство, в ком? В Иисусе Христе, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, снова повторяет это слово, но уже с другой стороны, по богатству благодати Его, какую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Это 7 и 8 стих. Мы видим, что здесь апостол Павел обращает внимание, то есть в ком мы находим очищение и прощение, в крови Господа нашего Иисуса Христа. Многие люди скажут, а как это так? Мы же не видели, как Христос умирал, как Он кровь проливал, как это так Он взял и сегодня и очистил этот мир в крови своей и сегодня очищает. Этот вопрос, если вы помните, более ярко, более четче, если так можно выразиться, выражено в словах апостола Иоанна Богослова в первом его послании, в первой главе, 6 и 7 и 8 стих. Апостол Иоанн Богослов там пишет, что и кровь Господа нашего Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Где сегодня мы можем найти это искупление от греха и обогатиться тем богатством вечной жизни, которое прилагает нам Господь Иисус Христос. В Церкви Божией. Ответ один. В Церкви Божией, в Таинствах Христовых. Потому что под видом хлеба и вина мы принимаем истинное тело, истинную кровь Иисуса Христа. Поэтому, хочу обратить ваше внимание, проверьте, апостол Иоанн Богослов не говорит, что кровь Иисуса Христа очистила нас от всякого греха. Там, когда-то, две тысячи лет назад. Нет. Он пишет в настоящем времени. Можно проявить в греческом языке, если хотите. Стоит действительно настоящее время, а не прошедшее. Очищает нас от всякого греха. И мы читаем с вами далее, что Бог имеет, как мы и прочитали, в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем. То есть, говорится о Боге Отце, который открыл нам тайну. Тайну чего? Тайну нашего спасения, тайну нашего искупления. Где и когда, и в ком во Христе? Как мы можем приобщиться сегодня ко Христу? Апостол Павел, в второй главе, мы еще это увидим. Он там скажет, что мы имеем доступ ко Христу. Как этот доступ был предложен самим Христом? Об этом нужно прочитать Евангелие Таана, 6 главу, 48 стиха и до конца, где спаситель говорит о том, что если не будете есть тело моего и крови моей, то есть, если не будете приступать к святому причащению, причем это говорится несколько раз, в нескольких стихах, проверьте Евангелие Таана, 6, 48 и далее, то не будете иметь жизнь вечную. А перед этим, он говорит, то не родится от воды и духа, тоже в Евангелии Таана, говорит спаситель, тот не войдет в царствие Божие. Что значит родиться от воды и духа? Вот в чем тайна. Тайна рождения во Христе, тайна рождения жизни, которую Бог своим промыслом уже промыслительно о нас позаботился. В чем же это рождение? Покаяние, рождение от воды и духа. Покаяние, водное крещение, это крещение в покаянии, а от духа, это апостольская преемственность, а то и печать, о которой мы еще скажем сегодня. Это печать дара Духа Святаго, которая дана нам где и когда? При святом крещении. А откуда церковь получила эту печать Духа Святаго? С дня Пятидесятницы. А как передается эта печать дара Духа Святаго с дня Пятидесятницы? Через апостольское рукоположение. Апостол Павел, в 2-м Тимофею, 1-й главе 6-й стих, пишет своему преемнику Тимофею, которого, кстати, он оставил в городе Ефесе, так и пишет, возгревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Может ли Русская Православная Церковь показать рукоположение от апостолов до сегодняшнего времени? Да, можно эти списки найти. Если хотите, могу порекомендовать вам свою книгу, где в приложении действительно этот список есть. Она есть на сайте Азбука Вера, называется Организация методика реабилитации лиц, отпавших от православия. Там в приложении есть весь список преемственности благодати Святого Духа с Дней Пятидесятницы от апостола Андрея Первозванного, который был среди 12 апостолов и присутствовал тогда в День Пятидесятницы с нисхождения Духа Святого на апостолов. И до Святейшего Патриарха этот список, до Святейшего Патриарха Московской Феоруси Кирилла. Святейший Патриарх, я говорил об этом неоднократно, и сейчас это будет уместно сказать, 179-й от апостола Андрея Первозванного. Не верите? Советую не верить. Проверьте. И мы читаем далее. В устроении полноты времен. То есть, для чего он дал, открыл нам эту тайну и положил ее во Христе? В устроении полноты времен. То есть, не просто так. Не просто как-то так. Не зачем. А в устроении. Что значит устроение? И далее объясняется. «Дабы все небесное и земное соединить под главой Христом». Видите? Для чего был сотворен человек? Для того, чтобы человек стал Богом. С маленькой буквы. По благодати. В этом был промысел Божий о человеке, если человек не отпал бы от Бога. Но человек отпал от Бога. И теперь Христос приходит за ним. Пророки ветхозаветные бегали, да. А теперь приходит Христос и становится Бога-человеком. И вбирает в себя все человеческое греховное естество. Сам, впрочем, как мы читаем с вами на Водосвятом молебне послание апостола Павла к евреям, был искушаем во всем, может, искушаем помощи, кроме греха. То есть грех в него не проник. Это тайна Божия, воплощение тайны Божией. Христос соединился с человеческим естеством, нераздельно, неслиянно, неразлучно, неизменно. Поэтому, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом, то есть то, что Бог задумал промыслительно, теперь уже человек отпал, но Бог посылает Сына Своего. И вот Христос соединяет в себе и небесное, и земное. И апостол Павел сейчас очень аккуратно подходит к той главной мысли, которая будет выражена и в конце этой главы, и во второй главе. То, что, соединившись со Христом, мы с Ним можем достичь Царствия Божия. Без Христа Царствия Божия достичь невозможно. Без соединения с Ним в таинстве, которое он оставил в церкви. Это ответ всем тем, кто спрашивает, а могут ли люди там спастись где-то? Мы не знаем, могут или нет, но мы точно знаем, что вне Христа спасения нет. Скажите по-другому. Ну, тогда это будет либо уклонение от вероисповедания, либо лукавство, либо недопонимание. Ну, скорее всего, по недоразумению будет такой ответ. Итак, 11 стих. «В нем мы и соделались, наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего. Все по изволению воли его». То есть, апостол здесь утверждает очень важную мысль, прежде сказанные слова, что все происходит по воле Божьей, но воля Божия не давлеет над свободой человека. Сейчас он об этом и скажет. «Дабы послужить, похвале славы его нам». Видите? Все по воле Божьей, но от нас что требуется? Послужить. К чему? К похвале. А теперь давайте зададимся вопрос. Как называется церковь Христова, которая здесь, на земле, создана самим Спасителем? Который так и сказал, «Создав церковь мою, врата ада не одолеет ее». Как она называется? Право славное. То есть, право, хвалящее, правильно хвалящее Бога. Видите, как все интересно. «Дабы послужить, к похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа». Здесь он также и обращается. Мы видим, кто это ранее мог уповать на Христа. Ну, язычники навряд ли. А вот иудеи, да. Помните, я сказал, что в эфесской общине были не только язычники, но и иудеи. Они уже примкнули, они уже покаялись, они уже крестились. И он к ним тут аккуратно дает посыл. А откуда они знали о Христе? Из пророчеств. Из пророчеств Ветхого Завета. Которым были, вы знаете, что мессианские пророчества, они просто, Ветхий Завет, он переполнен этими пророчествами. С самого начала, как только человек отпал, сразу было произнесено мессианское пророчество. «И вражду положу между мной и тобой, между семенем ее, семенем твоим. Она будет поражать тебе в голову, ты будешь жалить ее в питу». БДИЕ 3.15. Здесь целый пролог спасения рода человеческого. Мы с вами уже его исследовали. Кому интересно более подробно, можете открыть книгу БДИЕ, хотя бы на xget.ru. Можете мое истолкование, может, и не мое, вернее, мое видео, да, истолкование отцов, и посмотреть, о чем там речь. «В нем и вы, слышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Помните? Помните, что это «запечатлены»? «Печать дара Духа Святаго». Запечатлены. Почему «обетованным»? Тем, который был обещан. Что значит «обетованным»? «Обещан был Ветхом Завете». Кем? «Пророками». Что придет он. Да. Почитайте «Пророк Исайя» на 53 глава. Там некоторые события описываются так, как будто «Пророк Исайя» стоял по множеству голгов. Все с точностью описывает. Как это запечатление в нем, во Христе, должно произойти. И пророки многие, кстати, говорили о том, что Израиль, что должен быть обрезан не только по плоти. Помните, что иудеи надеялись только на обрезание плотское, но и по духу. Пророк Иеремия, сколько я помню, так обличает. Выгодит с необрезанным сердцем. Апсаломопевец Давид, некоторые говорят о том, что, ну, это ересь маркианита, о том, что Ветхий Завет якобы злой, и что там Бог был злой, Демиурх, Бог Ветхого Завета, а вот Бог Нового Завета добр. Это не так. Разве мы не читаем Псалом Давида 50, который мы все знаем наизусть? Да. «Помилуй меня, Боже, повелиться милости твоей». Там, если внимательно его почитать, множится слов о любви Бога к человеку. «Сердце чисто, созиди же во мне Боже, и дух прав и в утробе моей». Видимо, слышим эти слова. «Дух прав, сердце чисто». А с чего начинается Нагорная проповедь? «Блаженно чистые сердцем», яка не Бога узрит. Поэтому не надо думать, что Ветхий Завет это был какой-то, там был какой-то грубый Бог. Скорее всего, народу огрубел, и, как сказано, очерствердило сердце народа сего. А Бог, он всегда один и тот же, никогда не изменяется. Другое дело, что с приходом Христа действительно сама благодать. Сам Христос во человечество воспринял человеческую природу, и Бог стал ближе к нам, как пишет апостол Павел в другом месте, как никогда, действительно, куда еще ближе стать человеком. Бог становится человеком. И далее мы читаем 14 стих. «Который залог наследия нашего для искупления у дела его в похвалу славы его». Вот интересно, залог искупления нашего. То есть Бог Христом дает и Духом Святым дает нам при крещении залог. А что такое залог? Ну, здесь лучше бы перевести это слово так, что как бы Бог делает некий вклад. Вот мне сказали, что побольше надо переводить на современный язык. У нас сегодня купи-продай. Да, вот всех интересует все, что связано с карманом. А, вынул с карман? Понятно. Положил в карман? Тоже ясно. Ну, вот Бог, Он дает нам Духом Святым залог. И от этого залога желает получить что? Наши бессмертные души. Поэтому, ну, скажите мне о том, что Бог коростолюбится. Если Бог коростолюбец, то, что Он хочет получить наши бессмертные души в Царстве Божьем, то я хочу быть таким коростолюбцем первым. Поэтому вот, что значит этот залог. В удел Его и в похвалу славы Его. Видите, опять слово похвала, похвала. То есть, очень важно не только говорить о Боге, но и прославлять Его правильно, согласно православному исповеданию веры, который кратко содержится в Никео-Цареградском символе веры. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминаю о вас в молитвах ваших». Видите, апостол Павел их тут как бы поддерживает, подбадривает, да, и говорит о том, что он слышит о вере их, и не только о вере, но и о любви, а ко всем святым. А кто же такие святые? Ну, вообще, кто такой святой? Святой — это кающийся грешник, но святыми в новозаветное время называли также благовестников Божих, то есть проповедников, то есть людей, которые были и священнослужители, и проповедников, миссионеров, людей, которые были определены и отделены на особое служение. Почему? Откуда такая версия? Ну, например, в Священном Писании мы можем встретить, что есть предметы святые. Например, в храме Ветхом Заветном были бы святые предметы. Кодильница, семисвешник, там, жертвенник. Мы знаем, что и в нашем храме тоже сегодня есть святая вода, святая просфора, но не можем сказать, что святая вода, она безгрешна как-то, то есть она неодушевлена, поэтому мы не можем сказать, что она грешна или безгрешна, просфора грешна или безгрешна. А почему мы к ней применяем это обозначение святая? отделена для особого служения. Помните, как Валтасар начал пить из кубков в книге пророка Даниила, которые были из храма Дома Господня, и он был жестоко наказан, потому что есть предметы, которые святые, они выделены для определенного служения. Так и люди. Поэтому апостол здесь говорит, что он рад за них, и посему говорит, я услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. А что значит о любви ко всем святым? Что они там чувственно как-то их видели, там радовались, на шею бросались? Ну, нет. Может быть, слования, конечно, о котором апостол Павел здесь и пишет, они давали, как он пишет, приветствует друг друга лапзанием святым в другом послании. Но что значит о любви? Это значит, что значит любовь вообще? Это исполнение заповедей Божией. Поэтому он радуется тому, что люди в Ефесе, уверовав во Христа, исполняли заповедь Божию по отношению к людям, которые выделены были для определенного служения Богу и людям. Служение Словом Божьим, другим служением, служением, возможно, милосердия какого-то. То есть, они проявляли больше ревности, и церкви были поставлены на это дело. Поэтому это очень важно. Оказалось, так прочитали, и все. Нет, это очень важно. Что значит о любви ко всем святым? То есть, заповедь Божию они применяли, исполняя ее к человеку. То есть, этим самым исполняя главную заповедь к любви к Богу, к любви к ближнему, а здесь еще и к святым. То есть, людям поставлено определенное служение. Непрестанно благодарю за вас Бога, говорит. И вот еще важно, что он, видите, он напоминает, что молюсь о вас. Это тоже очень важное напоминание для нас, что нам необходимо молиться не только за благодетелей или власть придержащих, но и за тех людей, кто по заповеди Божией служит Церкви Христовой, то есть, святым. То есть, людям определенное определенное служение. За них тоже надо молиться. А за кого это? Ну, и за благотворителей, конечно. Не люблю это, не знаю, поганенькое слово спонсора. Благотворители. Есть очень хорошее русское слово. Какая-то спонсор. Для меня это звучит как чопор какой-то, непонятно, штопор, спонсор. Благотворитель. Действительно. За них надо молиться. За всех людей, которые служат делу благовестни Христову. Не предстанно благодарю Бога и дали 17 стих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славен, дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его. Видите? Самое главное, о чем желает молиться и призывает нас молиться здесь апостол Павел, чтобы Бог нам дал дух премудрости к познанию Бога. А что является началом премудрости? Как сказано в книге Экклезиаса, начало премудрости страх Господень. То есть, когда человек благоговейно понимает, кто он и кто Бог, и благоговейно не так, вот схоластическое такое неблагоговейное знание Священного Писания, оно губит человека. Возьмите вот протестантиизм, там, неопротестантиизм, это рациональный подход к Священному Писанию, совершенно неблаговейно, и свою книгу, там, кто видел эти ролики, там, харизматов, они могут книгу и бросать, там, и на пол, там, о Иисус, я люблю тебя, биться, там, лбом об стену. Но это, здесь действительно человек, то есть, никакого познания и откровения премудрости нет и быть не может. И далее, 18 стих, «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его, и какое богатство славного наследия его для святых». Вот удивительные такие слова. 18 стих, действительно, вот что значит слово Божие, откровение и дух святой, которым был движен апостол Павел, столько здесь слов, что Бог обещает нам. «Просветил очи сердца нашего», то есть, «блажен и чистые сердца, мол, и Бога узрят, дабы вы познали». Видите, не отвергается никакое познание, потому что сегодня можно услышать иногда и в нашей, к сожалению, православной среде, «А зачем нам там эти школы, зачем там семинарии, надо быть просто». И тут еще подкрепляю, там, преподобный Аурсим Вовсимским, где просто там ангелов соста, хочу сказать, действительно, простота во христе, она просто необходима, но не путайте простоту во Христе с примитивностью человеческих мудрований. Вот это вот примитивность человеческих мудрований, что нам познание никакое не нужно. Если бы оно нам было не нужно, нам не было дано и Священное Писание, и целое наследие Отцов Церкви. «К познанию премудрости призвание Его, какое богатство славное наследие Его для святых». То есть Бог для святых, для людей, отделенных на определенные служения, Он приготовил богатство, славное богатство. Что может быть славнее богатства, о каком богатстве идет речь? Это, конечно, наследие вечности, наследие Царствия Божьего. «И как безмерно величие могущества Его в нас верующих по действию державной силы Его». Видите, как пишет апостол, державная сила Его. Действительно, если Бог в наших сердцах и в нашей жизни Он на первом месте, то есть, как в любой державе на первом месте Царь и Дух Святой, Который мы призываем не просто формально лишь в нашем призвании, действительно так, по действию нашему, по действию наших дел, то тогда в нашей жизни все будет упорядочено, тогда будет полная иерархия ценностей. Бог на первом месте, семья на втором, а потом все остальное. Которое Он, как и далее пишется в 20 стихе, «Которое Он воздействовал во Христе», то есть, чем? «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Чем воздействовал силы Его? Какой? Державной. Где? Кто? Царь. Дух Святой. Вот хорошая русская пословица «без царя в голове». То есть, действительно, если человек Духом Святым не руководствуется, действительно, это, знаете, какая будет у него? У него не будет радость во Христе, у него будет какая? Безумное веселье. «Я так безумно был рад». Безумная радость. А зачем? Всегда это слово удивляет, когда говорят, «Я тебе безумно рад». А зачем безумно? Непонятное выражение, откуда оно из языческой среды взялось. «Безумно тебе рад». То есть, значит, чувства свои просто обнажил, эмоция, сейчас рад, а тут вот эта эмоция раз прошла, пока он пришел к тебе, человек посидел, поел, там, или время прошло, смотри, что там какой-то не очень хороший и прочие вещи. Вот безумно радоваться не надо. Надо радоваться умом. И это будет правильно. Мы еще увидим, что об этом Тертулиан, учитель церкви, очень пишет, об опасности чувственного восприятия священного писания. Знаете, почему именно Тертулиан? А Тертулиан попадал в эту секту монтанистов. Да. Было такое, что Тертулиан отпадал, но потом он покаялся. Он отпадал от церкви. Он попал в секту монтанистов. А кто такие были монтанисты? Это был монтан. Он все из священного писания исследовал только чувствуя. Он говорил, что вот какая эмоция первая приходит в толкование священного писания, то и будет верно. И появилась целая такая ересь, которая сегодня в общем-то сквозит и в харизматическом явлении. Там тоже так изучают священное писание эмоционально, я бы сказал, даже слишком да, не буду говорить другого слова. Так и говорит, которую он воздействовал во Христе, воскресив его силы, воскресив из мертвых, и посадив одесну из себя на небесах. Видите, сила. Если Дух Святой живет в нас, если действительно наша жизнь, она выстраивается по правилам евангельскому духу, по заповеди Божией, то тогда Дух Святой обитает в нас, и эта сила Духа Святого, способная нас соединить со Христом, и в последний день воскресит, и смотрите, какое обещание дает апостол Павел, воскресит, если это сила, потому что ничего не делал Христос без Бога Отца и без Духа Святого. Это троица единосущная и нераздельная, это понятно. И нас призывают к этому ничего не делать без... что противоречит заповеди Божией, что не по заповеди Божией. И тогда, говорит, если это будет так, как, говорит, он посадил, посадил, воскресив его из мертвых, и посадил, одеснуя себя на небесах Христа, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именующего не только в семь веки, но и в будущем. Здесь апостол Павел в 21 стихе очень замечательно перечисляет, о чем потом Дианисиарепагид, кстати, если интересно, кому почитаете его небесные иерархии сочинения, здесь он говорит и о господствах, то есть и о властях, и о силах, это все небесные так называемые чины. Над всеми он поставил и превознес его, но апостол Павел обращает внимание в ком? В преображенном человеческом естестве. Христос вознесся туда с нашим человечеством, преображенным человечеством. Об этом апостол Павел еще скажет ниже. И далее он продолжает. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющаяся во всем. Вот эти 22-23 стих очень важно запомнить. Христос глава церкви, а церковь его тело. И этому вопросу апостол Павел и в послании к Ефесиным, и в послании к Коринфянам, там 12-я глава, конец 12-й главы, и в других посланиях уделяют, и в послании Колосима 1-8, уделяют большое внимание, что Христос это глава церкви, а церковь его тело. Поэтому, как-то я уже об этом говорил, еще раз повторю, что будет кощунственным богословием, мягко говоря, тогда, когда люди говорят, я верю во Христа, но не находится в его церкви. Это такая духовная шизофрения. Нельзя отделить голову от тела. Если отделить голову от тела, то получается действительно кощунственное богословие. Поэтому и все покорил, как говорит апостол, под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которой есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok